Российский политический деятель Андрей Андреевич Пянтковский присоединяется к нашему эфиру. Андрей Андреевич, рада приветствовать. Добрый вечер. Андрей Андреевич, среди возможных причин вот этой нерешительности Путина, относительно того, принимать участие в G20 или не принимать, называют боязнь встретиться лицом к лицу с Зеленским. Как вы считаете, можно ли действительно считать это причиной? И если да, то какова опасность для Путина встретиться лицом к лицу с украинским президентом? Мне кажется, это совершенно неактуальные сейчас разговоры. Еще не ясно, а будет ли Путин вообще 15 ноября. События развиваются, в том числе и на фронте. Но вот я повторю свою точку зрения, что если в ближайший месяц-полтора произойдут такие события, но не с нулевой вероятностью, вполне наоборот, вполне вероятные, как, например, освобождение Мариуполя или разрушение Крымского моста, или то и другое вместе, что политическая карьера Путина будет на этом закончена. Я не говорю, что это будет закончена война, что это будет окончательная победа Украины, но это будет такими шоковыми событиями, как для путинского бункера, так и для российского глубинного народа в целом, то, что вряд ли Путин их политически переживет. Андрей Андреевич, завтра встреча в Рамштайне, и вот, кажется, как будто специально накануне этой встречи Путин сказал вообще немыслимую вещь по поводу того, что в Украине с военной точки зрения вообще еще никто ничего не начинал, а вот только заканчивает. Давайте послушаем, как это было. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году, после государственного переворота на Украине, те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе в течение 8 лет. Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем, приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник, вооруженным путем. Мы это сделали сознательно. Все наши действия направлены на помощь людям, которые там проживают на Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца. В конечном итоге это придет к укреплению нашей страны и изнутри, и ее внешнеполитических позиций. Понятно, параллельная реальность абсолютно, но вообще, мы заканчиваем войну, мы ее не начинали, и цели будут достигнуты. Это для кого? Это о чем? Растолкуйте. Ну, для себя, прежде всего. Вам не показалось, вот, по выражению лица, по мимике? Он очень убежденно это говорит. Он очень убежденно говорит, он сам в это верит. Ну, а что ему остается сделать? Реальность, с которой он сталкивается, для него психологически невыносима. Ну, в предстатковом состоянии он живет. Он же понимает, что стратегически война проиграна еще в первой ее неделе, когда провалился его план Блицкрига. И над ним сейчас, он же сейчас уже сражается не за покорение Украины, а сражается за свою жизнь. Он прекрасно понимает, что в случае вот тех, одного из тех двух событий, которые я сказал, его политическая карьера, а может с ней и физическая жизнь закончена. Поэтому он гонит от себя это одновременно. Ну, как это бывает всегда у людей в таком состоянии. Он прилагает все усилия для того, чтобы добиться, избежать этой участи, добиться прекращения огня. Да, посылает разных посредников в Украину. А с другой стороны, вот она обманывает себя. Андрей Андреевич, простите, а про посредников, это вы про кого сейчас имели в виду? Ну, про Эрдоганова. Да, сейчас. Да, сегодня, кстати, это прозвучало. Вот он открыл, казалось бы, новый сюжет совершенно. Там пожалел бедных африканские народы. Им, говорит, хлебушек не доходит. Вот мы сейчас с Эрдоганом это обсудим. А Эрдоган же, да, кстати, Эрдогане мне не нравятся. И всем, наверное, не нравятся вам в последние дни. Он какие-то все более пророссийские заявления делает. И Эрдоган всегда подчеркивал, что вот тот стамбульский процесс, который там идет с участием Абрамовича в том числе, это не только про зерно, а это как бы и трамплин к возможному масштабному перемирию. Вот Путин хочет... То есть, с одной стороны, вот он добивается такого спасения, а с другой стороны, он гонит от себя вот эту реальность вот такими выступлениями. Очень напряженно у него лица было. Он себя, себя уверял вот в этом. Ну и формат встречи, он такой довольно серьезный. Это Международный экономический форум. Правда, неизвестно, насколько он международный, как там было с международным представительством. Во Владивостоке проходил в любом случае. Путин многое там наговорил, но поскольку это экономический форум, то экономических вопросов тоже коснулся. В частности, заявил о том, что не только санкции не ухудшили ситуацию с российской экономикой, на самом деле российская экономика даже набирает обороты. Теперь резонный вопрос возникает. Это потому, что он живет в информационном вакууме или ему дают именно ту информацию, которую он хочет услышать, или все-таки он сознательно лжет? Ну, это тонкий психологический вопрос, что значит сознательно. Ему приятно это лгать, и он себя в этом уверяет. Что касается Международного экономического форума, рядом с ним сидел президент, премьер-министр независимого государства Пашинян. Вот этого человека мне очень жалко. Он же шаг за шагом предает Армению своего союзника по ОДКБ и во время Карабахской войны, и последний. За что Эрдоган начал бегать там и лоббировать путинское перемирие? Путин же запратил ему громадную политическую цену, дал ему полную свободу рук, в том числе и в Нагорном Карабахе. Он встречался с Путиным 5 августа в Сочи, а 3 августа в Лачинский коридор, соединяющий Армению с Карабахом, вошли азербайджанские войска. И так называемый миротворческий коридор, миротворческий контингент, который призван обеспечить там безопасность, им не препятствовал. Ну, половина этого контингента уже похоронена в Украине. И, кроме того, Путин отдал Эрдогану Сирию, ну и по мелочам еще и Ливию. Вот поэтому Эрдоган старается. Давайте просто отметим цитату Путина. Вообще, да, вот мы как раз несколько ранее отмечали, что 50 тысяч погибло российских военных на территории Украины. И тут же заявление Путина о том, что Россия ничего с 24 февраля не потеряла. Ну, то есть, в принципе, это как бы, знаете, расписаться в том, что 50 тысяч сограждан, это так, вообще ни о чем. Суверните эту тему. Ну, вы знаете, если он не доедет до международного суда, и им займется российский суд, то вот эта фраза будет основным у государственного обвинителя. Положить 50 тысяч русских солдат для него это, он еще не, он еще не, нет, ну человек в неадекватном психологическом состоянии находит. Причем у него, если вы заметили, две разных модели поведения. Ну, это классика для человека, страдающего депрессивно-муниакальным синдромом. Я называю, вот депрессивное состояние, я называю сморчок под пледиком. Ну, это помните на параде Победы 9 октября в Калунжалком. И то же самое было вот в этот его визит на Дальний Восток, не на форуме сегодня, а вчера, на встрече с экологами. Он такое же впечатление производил, так, скрючившись, сидел на кончике стула, что-то там жаловался, что-то обижают бедную Россию. А сегодня, видимо, подпитанный хорошими психотропными средствами, он был в таком эмфорическом состоянии. И напоминал мне, знаете, персонажа собачьего сердца Шарикова, когда, помните, тот начинает петь частушки, типа «Глазик выколю, один останется, чтобы знал говно, кому кланяться». Ну, он же такую же частушку обращал к немецкому канцлеру сегодня. «Мерзни, мерзни, волчий хвост». Ну, вот такое его очень болезненное поведение. И, наверное, его советники понимают, что его просто нельзя выпускать на саммит G20 в таком состоянии. И он очень беспокоен своей безопасностью. Ну, ему, наверное, подбросили информацию, что там готовится покушение на вождя русского мира. Он охотно в это поверит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok